И инвалиды, и пенсионеры. Все знают, что для помощи реальной, в минуту трудную, всегда и в их двери, войдет работник службы социальной. Поможет делом и поможет словом. Всегда приветливо и мило улыбнется. Так будь же соцработник, ты здоровым, пускай к тебе добро твое вернется. У каждого человека на слуху такое понятие, как социальный работник, но чем они занимаются, знают далеко не все. Наша страна имеет огромную территорию, на которой проживает более 100 миллионов. И не у всех есть силы и возможность позаботиться о себе самостоятельно. Инвалиды, пенсионеры, которые в силу жизненных обстоятельств остались одни на закате своей жизни. Многодетные семьи, сироты. Все они нуждаются в ежедневной помощи социального работника. Такие вроде бы простые для нас вещи, как вынести мусор, сходить за продуктами, оплатить услуги по квартире. Для некоторых категорий людей являются непосильные задачи, которую помогают выполнить эти поистине важные для государства люди. 8 июня они отмечают свой профессиональный праздник. В преддверии их дня наша съемочная группа побывала в поселке Дмитриевский, где проживает гордиенка Любовь Алексеевна, одна из подопечных социальной службы. Работала я. И пионер вожатый работала. Работала в Ходзе, в Элите. А потом меня послали сюда, в школу. И здесь я уже проработала остаток своей работы. Всю жизнь, считай. Здесь фактически поселок, все это мои бывшие ученики. Учителя в школе, это мои бывшие ученики тоже. А в поселке как давно вы живете? В 1955-м. Как раз на ПСО Тамеркан Давыдовичич первый сразу с сентября начал работать. А я где-то в октябре, меня прислали, я начала работать. Это в 1955-м году. И вот работала до 1987-го года. Работала я один год на пенсии уже была и работала. Дети, внуки есть у вас? Дети. У меня детей трое. Старший живет в Майкопе с семьёй. И младший в Подмосковье. И дочка в Санкт-Петербурге. Вот. Все в разных местах. Внуки, внучки есть. Они проезжают вас? Проезжают? Конечно, проезжают. Вчера старшие вот с Майкопа проезжали, с невесткой были. А как же? И меня забирают к себе. Я у них ащу тоже. Звонят через день и каждый день. Звонят. Узнают, как я живу, как у меня. Что? Алло. Алло, моя дочка. А что, до лунарка посыпались? Нет, он не спит. Он уже на даче. Дочка. У меня два гостей. Я. Да. Телевидение меня фотографирует. Опять фотографирует. Снимает. Будет. А вот говорят, что и вы можете посмотреть. Ютуб. Ютуб. Хорошо. Героиней нашего сюжета является Олеся Литвинова, которая отдала большую часть своей жизни в социальной работе. Олеся давно вам помогает потом по хозяйству? Олеся. Олеся у меня это моя дочка. Она знает уже все, что у меня, где, чего лежит, потому что она мне помогает во всем. Она и стирает, и моет, и все убирает, и все старается, чтобы в чистоте я была, и чистенькая всегда, чтобы была Олеся. И вообще, вот это, соцработники, это очень хорошо, что организовали такое мероприятие для стариков. Это очень большая помощь, потому что особенно в одиночестве. Даже в магазин сходить я сейчас не могу. Все, что я ем, что я пью, это все связано с помощью соцработника Олеси Литвиновой. Она для меня все. И, как говорится, и платит за все. Сама снимает со счетчиков, сама все подсчитывает, сама платит. Я в этом, во всем доверяю ей. Олесь, как давно вы работаете в соцработниках? Я в социальной службе работаю с самого начала, можно так сказать, потому что почти 24 года уже. С 1993 года я работаю социальным работником. 25 лет будет на тот год у меня, юбилей. Бабушек у меня было очень много, честное слово, очень много. И никто не уходил от меня добровольно. Только Бог забирал. Это правда. Я люблю этих бабушек. Они мне... Ну, отношусь я к ним хорошо, и они ко мне. Я это чувствую, и они это знают. Поэтому вот так вот долго и работаю с людьми. А к Любови Алексеевне как вы относитесь, и она к вам? Какие у вас отношения с ней? Ну, Любовь Алексеевна, во-первых, когда-то меня учила. И я просто, правда, она ходила с палочкой очень долго. Я ей говорила, Любови Алексеевне, ну почему вы не хотите идти к нам? Вы же уже не можете. Вот она долго сопротивлялась. Все время, да нет, мне стыдно, я же сама могу. А потом сама говорит, все-таки приходи ко мне. И вот мы с ней уже 12 лет. 12? Да, 1 сентября. Я пришла к ней 2005 года. И вот 12 лет мы с Любови Алексеевной. У меня вообще группа из 6 человек, и у меня очень много людей, с которыми я... Ну, сказать, с самого начала была у меня бабушка, очень давно умерла, Черникова Мария Васильевна. Хочу о ней сказать. Вот она у меня была 17 лет, правда. С самого начала никогда. И даже переехала, и все равно осталась в моей группе. Как заключается ваша работа как соцработника? Вы знаете, для меня главное, чтобы они жили, чтобы они вообще нормально, по-человечески себя чувствовали, чтобы не были обделены заботой, вниманием. Дети далеко, понятно. Далеко дети, но есть мы, которые придут к ним на помощь. Хлеба принести просто, ну просто, ну как они без нас? Соседей сейчас очень редко увидишь или услышишь. Все разъехались и на работе работают. А они одни, ждут нас, всегда ждут. За годы вашей работы были ли у вас какие-то трудности, сложности в отношении с вашими подопечными? Да все бывало. Все живые люди. И скандалы были. Ну, скандалы по мелочи. Например, вовремя не успела прийти. Или у нас же раньше очень много было обязанностей. Мы бабушек и в больнице возили, и проведывали их. Это сейчас сняли половину медицинских услуг, а так? И вот и ритуальные услуги входили. Это уходило целый день. А бывает бабушка и не знает, что у нас кто-то умер, и мы хороним. Конечно, они нас ждут, а мы не идем. И вот такие вопросы тоже были. Почему задержалась где-то что-то? Это мелочи жизни, потому что все это по-любому объяснялось бабушке и понимали. Ну, я просто говорю, что это как в нашей семье. Без скандалов не проживешь. Ну, не великих скандалов, а вот таких вот. Я считаю, что единственное, что время – это опоздания наши, которые мы проводим. То ли с одной, то ли с другой. Надо всех успокоить. Вы же не уйдете, когда бабушка вам что-то рассказывает, что-то нужно на полдороги. Надо доделать и потом идти к следующей. Сколько раз в неделю вы посещаете своих подопечных? В частности, к Любови Алексеевне как часто приходите? К Любови Алексеевне я хожу четыре раза в неделю. У нее выходной только четверг, от меня выходной. А так понедельник, вторник, среда, пятница – это мои дни. Пятница обязательно, потому что 85 лет очень старенькая, у нее давление скачет. Если я не приду в пятницу, я переживаю все выходные. 8 июня вы отмечаете свой профессиональный праздник. Что бы вы могли пожелать своим коллегам? Я хочу пожелать 8 июня, в День социального работника, всем внимания, взаимопонимания, любви, заботы, доброты и тепла. Чтобы все мы были защищены законом, чтобы все нас уважали, любили. Чтобы наш труд ценила наша страна, что мы тоже нужны. В нашей поездке нас сопровождало заведующее отделением номер 6 – Нафисет Меритукова, в зону обслуживания которого входят Дмитриевское и Гюрхайское сельские поселения. Нафисет имеет множество грамот и поощрений, среди которых медаль заслуженного работника Республики Адыгея по социальной сфере. А как давно вы работаете в социальной сфере? В своей сфере я с 93-го года, но как заведующая отделением я с 98-го года. Так получилось, что с бабушками ближе хотелось поработать. По вашему мнению, в чем заключается ваша работа? Как заведующая и вообще, в чем заключается основная работа социальных работников? Знаете, я всегда говорю, всем отвечаю, надо просто любить стариков. У меня и бабушки были, и дедушки были, и деды у меня участники войны. И я так сильно была к ним привязана, я их всегда и понимала, они меня и любили, и лелели. И у меня, наверное, это осталось от моих предков, наверное, потому что, не знаю, у них очень многому учишься. Мудрости, доброте, отношению к людям, как-то вот все от них. И когда я прихожу к ним, вот видишь все. Когда я первый раз пришла на обход, ну, у нас как заведующая, я обычно обхаживаю бабушек, проверяю, как обслуживают, в каком они состоянии, чисто, грязно, там, накорлены, напоены. И первое время я плакала, потому что мне всегда было их жалко. Не то, что там они не ухоженные, ничего, а просто вот то, что у них, вот, какие-то они как, не знаю, как объяснить, как маленькие дети. Хочется, да, потерянные, им нужно общение, их нужно там пригладить, поцеловать, посидеть с ними, обнять. Вот это все. И когда я приходила с обхода, а я работаю, у меня кабинет в сельском поселении, и как начну рассказывать, а слезы текут, естественно, надо мной смеялись и говорили, что вот, говорят, кроме тебя, наверное, к этой работе никто не приспособлен. Так что, я не знаю, просто надо их любить. Они такие благодарные, поверьте моему слову, они очень благодарные. Когда к ним относишься так же, я не знаю, как это объяснить. Любовь Алексеевна, что вы можете сказать, какая подопечная? Знаете, я ее называю мамой. Она очень похожа на мою маму. И когда я прихожу, у меня ощущение, что я у своих побывала. Она очень добрая, очень грамотная. С ней на любые темы можно пообщаться. Нежная, ласковая. Я не знаю, как передать, но это очень-очень хороший человек. И я очень хочу ей пожелать, чтобы она, вот в этом году ей исполнилось 85 лет, чтобы она хотя бы до 100 лет дожила и была на нашем обслуживании. И детки у нее очень хорошие, она их воспитала, и все на хороших должностях. Такая жизнь сложилась, что работы нет в сельской местности. И пришлось им разъехаться. Все-таки жизнь заставила, что они должны работать. 8-го числа вы отмечаете профессиональный праздник. Что могли бы пожелать своим коллегам? Своим коллегам я пожелаю, чтобы у них было терпение, чтобы они очень хорошо относились к своим бабушкам, дедушкам. Они очень в этом нуждаются. Я не скажу, что у них сейчас зарплата маленькая. Я думаю, что еще больше обратят на социальную службу внимание. И чтобы у них все было. И в семье у них. Ветки, чтобы у них были все здоровые, живые. Чтобы они приходили на работу с открытой душой, счастливыми лицами. Я еще хочу пожелать своей администрации, а самое главное начальнику нашему, директору Малахову Сальману Зорубевичу, крепкого здоровья, дальнейших высоких успехов ему и его семье большого благополучия. Потому что он очень добрый, отзывчивый и слышит все наши слова и отзывается на каждую нашу просьбу по поводу стариков. И в заключении, в преддверии предстоящего праздника, с наилучшими пожеланиями в адрес своих коллег обратился начальник АЦСОН по Кашхабльскому району Сальман Малахов. 8 июня у нас профессиональный праздник День социального работника. День социального работника для всех категорий граждан важен и значимый. Сколько наших работников обслуживает по району, бабушек, дедушек, детей, инвалидов, социально опасных и так далее. Очень полезную и нужную работу наша сфера делает для жителей нашего района. И в день нашего праздника хотел бы поздравить с профессиональным праздником наших социальных работников, наших сотрудников, наших медсестер, санитарок, которые каждодневно занимаются своим делом. С праздником вас, дорогие женщины! Удачи в работе, крепкого здоровья и вот этого терпения, которое сейчас у вас есть для выполнения вот своей работы нужной, полезной. С праздником вас! Всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok